Наш следующий репортаж посвящен детям, хотя они главный герой истории, но на экране вы их не увидите. Мы не снимали детей из этических соображений, а дали слово их родителям и тем, кто пытается наставить на путь истинный взрослых, но нерадивых и чаще всего сильно пьющих людей. Ведь их заставляют работать и содержать своих детей. Этими днями исполняется 10 лет, как в Беларуси действует 18-й президентский декрет о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Вот некоторые итоги и опыт Шкловского района, как помочь детям и что делать их родителям. Агрогородок Фащевка Агрогородок Фащевка – это центр хозяйства экспериментальной базы «Спартак». Здесь свой опыт работы с нерадивыми родителями. Те, у кого забрали детей, возмещают расходы на их содержание и воспитание полностью, 100%. Где-то авторитетным воздействием, где-то воздействием через общественность, и соответственно и лица, так сказать, обязанные лица это чувствуют, и не приходится им расслабляться, просто не даем им расслабиться. Обязанным дают работу, ставят ответственных, заставляют не петь, работать и платить за своих детей каждый месяц в среднем около 200 рублей. Трудновато в ренами люди допускают и прогулы и прочее, но поставлено так, эти люди вообще-то не потерянные до конца. Работу дали полноценную, чтобы они смогли возмещать свои затраты по содержанию детей в государстве. Таких в хозяйстве всего 8 человек, и у каждого своя история. И свои оправдания. Не нам судить, кто прав, а кто виноват. Но иногда картинка говорит сама за себя. У этой женщины 7-летняя дочка. Она испугалась и убежала к соседям, пока мать ссорилась со старшим сыном. И где сейчас ваша девочка? В приемной семье. Вы ее видели? Да. Ездила и звоню каждый день. Что говорит вам девочка? Домой хочет. Расскажите, как дошло до этого? Выпивала, поэтому дошло до этого. Кем вы сейчас работаете? Полеводом. В совхозе здесь. Какую работу вы сейчас выполняете? Сейчас мы копаем навоз. В данный момент. Тяжелая работа, говорят вы по образованию фармацевта. Да, была. Но уже 10 лет не работаю в той сфере. Можно я вас спрошу, в чем смысл жизни? Ради ребенка жить. Фащевки говорят, что они не жалеют алкоголика. Они пытаются напомнить, что он человек и должен им оставаться. Прежде всего в отношении своих детей. Например, за 10 лет работы в сельсовете вспомнили 4 семьи, которые сказали «стоп проблемам с алкоголем» и сделали поворот к новой жизни, где теперь есть и дети, и внуки, и достаток. Совет профилактики в школе – это один из первых этапов работы с нерадивыми родителями. Женщина, которую настойчиво просит обратить внимание на своих трех детей, покинула кабинет, увидев телекамеру. Но так или иначе, у нее и, главное, у ее детей есть шанс, и его надо использовать. Возимся не с алкоголиками, не с родителями. Возимся мы с детьми. Наша задача стоит, чтобы у детей было детство и какое-то будущее. Прилагаем все усилия для того, чтобы родители, которые стали на скользкую такую дорожку, все-таки задумались и нашли выход из создавшегося положения, и понимали о том, что все-таки выход есть. И дети – это самое главное. В целом, в Могилевской области за время действия декрета социальное сиротство сократилось. Если в 2007 году в Могилевской области лишили прав родителей почти полтысячи детей, то в прошлом году только 163. Сокращение почти в три раза. И наша первая собеседница, у которой две дочки уже дома и радуют маму, готова дать свой главный совет тем, кто борется с алкогольной зависимостью и забыл про своих детей. Не пейте, родители, а так все наладится.